Здравствуйте! Это программа в центре событий. В студии Анна Марченко. Коротко о главных темах. Дело за погодой. Зимники в Югре откроются не ранее конца декабря. В Ханты-Мансийске стартовали мероприятия в рамках проекта «Новогодняя столица России». Первым стал слет Дедов Морозов и Снегурочек со всей страны. А в Сургуте проходит окружной чемпионат по классическим шахматам. Спортсмены борются за право представлять Югру на знаковых турнирах. В Югре открыт аукцион на организованную перевозку детей. Контракт на сумму более 5,5 миллионов рублей рассчитан на 18-20-е годы. В централизованных закупках планируют участвовать Сургут, Нижневартовск, Нефтьюганск, Пытьях, Сургутские и Нефтьюганские районы. В Радужном, Когалыме и Кандинском районе для перевозки организованных групп детей будут фортовать транспорт. В Белоярском районе перевозить детей намерены на рейсовых авто. В остальных 12 муниципальных образованиях для перевозки детей будут использовать автобусы спортучреждений. Вопросы безопасности обсудили на заседании окружной комиссии по организации дорожного движения. На заседании также сообщили, что зимники откроют ориентировочно к 25 декабря. Достаточно теплая погода не позволяет ввести их в эксплуатацию. В прошлом году в это время действовали 12 переправ. На сегодняшний день работы по организации зимников выполнены на 52%. Всего планируется ввести 89 сезонных дорог. Ханты-Мансийск Ханты-Мансийск, новогодняя столица России, о начале одноименного проекта официально объявила губернатор Наталья Комарова. Старт в череде праздничных мероприятий дал и глава города Максим Ряшин. Ожидается, что в столице региона в течение месяца откроются 14 площадок. Запланировано около 80 событий. Чумовая улица, резиденция елки, кубок по сноуборду, банный фестиваль, северные гастрономические бренды и так далее. Организаторы планируют, что Ханты-Мансийск этой зимой посетят более 80 тысяч человек. Мира! Спасибо, Россия, за оказанную высокую честь быть столицей великой страны. Пусть даже на это короткое время. С наступающим Новым годом, Ханты-Мансийск! Чародеев Ханты-Мансийский открыл череду праздничных мероприятий новогодней столицы России ежегодный слет Дедов Морозов и Снегурочек. О том, как сотня волшебников в красных шубах из разных городов страны зажигали главную елку Югры, расскажет Виктория Дрягина. В эту гримерку строгий пропускной контроль. Сюда нельзя ни взрослым, ни тем более детям. Здесь творится настоящее преображение. Актеры превращаются в волшебников. В больших мешках и коробках массивные расписные шубы. Каждая деталь и украшение – магический предмет, рассказал сургутский Дед Мороз Иван Славьев. У него есть традиция – каждый Новый год он сам создает себе новый посох. Смотри, видишь, вот это все когда-то росло в лесу. Бандушка природа просто дала его в таком виде, в котором вы сейчас его видите. Все, я просто пришел его и нашел. Просто найти нужно чудо в лесу. Оно лежит на самом нужном виде. Когда оно лежит в лесу, ты его не видишь. Как только ты его забираешь из леса и приносишь, оно уже обретает какую-то форму. В Ханты-Мансийск в этом году на слет приехали более сотни участников. Снегурочка из Сургутского района Светлана Бродникова впервые на фестивале. Девушка признала, что подготовка к нему шла долго. Много времени заняли вхождение в образ и настрой. Мы просто созывали детей, чтобы они нам помогали входить в образ. Поверить в Новый год, проникнуться новогодним настроением просто. В праздник вот это вот то, что Снегурочка, Дед Мороз, вот эти волшебные персонажи такие новогодние. Как создать ощущение новогодней магии? Здесь у каждого Деда Мороза свои секреты. Очень важен момент появления, поведал Сургут интерновостям Дед Мороз из Урая. Ребенок должен испытывать трепет и уважение. Они ждут Деда Мороза, который должен приехать либо на оленях, либо на санях. Поэтому они смотрят в окно и ждут. Если ты приехал на такси или просто вышел из автомобиля, они понимают, что ты не настоящий. Поэтому я стараюсь выходить из машины чуть раньше и доходить пешком до подъезда. Это, наверное, самое главное. Это тот образ, с которым я жился. И для меня это уже философия. Впервые за историю всероссийского слета из одного города, из Перми, приехали сразу 24 Деда Мороза и Снегурочки. Самый настоящий из них, по его же мнению, Дед Мороз – боярин. Отметил, что образ главного героя Нового года создает все – поведение, манеры и, конечно же, костюм. Я Дед Мороз – боярин по образу. Вот, я очень широкая душа, большой весельчак. Как долго шла работа над таким шикарным костюмом? А я не знаю, мне его делали помощники мои новогодние. Белки, да? Белки не умеют делать. Они только орешки грызли и доставали оттуда камешки, вот, драгоценные. А шили бобры. На главной площади Ханты-Мансиска взрослые и дети толпились в ожидании сказки. Главных волшебников и их помощниц из разных городов России встречали бурными аплодисментами. Из поселка Сыславина, с Тургутского района. Дед Мороз и Снегурочка. Здесь был и кудесник, которого знает, кажется, всякий ребенок и взрослый. Это главный Дед Мороз страны из Великого Устюга. Именно он дал старт всероссийскому слету. В 2018 год мною объявлен годом добрых дел, годом добрых людей. Ведь каждое доброе дело – это маленькое чудо. И чем больше добрых дел мы будем делать, тем больше чудес и волшебства всегда будут рядом с нами. Гости праздника Деда Мороза и Снегурочки зажгли главную елку Югры. Она символизирует начало марафона новогодних мероприятий в Ханты-Мансиске. Начался фестиваль с состязанием по метанию валенка. Также мастера демонстрируют свои лучшие номера и целые представления. Оценивает старания конкурсантов компетентная жюри. А главный приз – роскошное новогоднее путешествие – получит тот Дед Мороз, кто заставит поверить в сказку даже взрослых. Виктория Дрегина, Сергей Коликов, Сругут, Интерновости. Ему нужна ваша одежда и мотоцикл в культурном центре Порт. Гостям показали всем известный фильм «Терминатор» Джеймса Кэмерона с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Но это был не классический кинопросмотр, а экспериментальный синтез картины и музыки. Голосовую дорожку убрали вообще, так что зритель в этот раз не услышал крылатых фраз «I'll be back» и «Astalla vista baby». Фильм на протяжении всего показа озвучивало музыкальное трио из Нижневартовска. Игорь Ащиулов за клавишами, Алексей Малиновский на ударных, Михаил Бельвовский с контрабасом. Автор и организатор проекта – сценарист Алексей Житковский, тоже вартовчанин. В Югре открыли горнолыжный сезон. Спортивный праздник прошел в экзотическом гавайском стиле. Главным событием стал традиционный массовый спуск с горы. Кстати, участие в открытии сезона приняли и несколько десятков Дедов Морозов, которые приехали в Ханты-Мансийск на всероссийский слет. Вообще, эта зима обещает стать богатой на спортивные события. Это ряд мероприятий, которые нам предстоит в этот зимний сезон провести. В том числе кубок Айбио, в том числе по биатлону. В том числе чемпионат России по биатлону. В том числе соревнования, хоть и зима, но тем не менее по теннису большому. Это соревнования лыжников наших, югра, лопет и так далее. Ледовый дворец спорта принимает чемпионат югры по шахматам. 25 человек борются за то, чтобы представлять округ на всех крупных соревнованиях. В фаворитах два международных гроссмейстера. Дарья Давыдова расскажет подробнее. Чемпионат округа по классическим шахматам в Сургуте проходит впервые за долгие годы. Это статусные соревнования, которые позволяют увидеть в деле лучших из лучших. Я на самом деле рад и мои коллеги также очень рады, что большие шахматы возвращаются в город Сургут. Мы в этом году проводим, как и прежний, чемпионат округа по классическим шахматам среди взрослых. Мужчин и женщин в городе Сургуте. В том прекрасном спортивном сооружении. Турнир проходит на втором этаже Ледового дворца спорта. За столами 25 человек. У 19 из них уже есть очки в международном рейтинге. Возглавляют список два гроссмейстера. Алексей Придорожный и Николай Кабанов. Главный здесь мой соперник это Алексей Придорожный, второй гроссмейстер, который будет играть тоже сургутский. Мы с ним друзья с детства и конкуренты одновременно. Наверное мы с ним поэтому и стали оба гроссмейстерами, потому что с детства конкурировали сначала в детских соревнованиях, теперь взрослых конкурируем. Кто займет первое место из нас, пока я не могу сказать. Турнир открывал глава сургута Вадим Шувалов. Градоначальник признался, что до 10 класса и сам увлекался этим видом спорта. И даже выступал за Ивановскую область, откуда он родом. Первые газетные журналы, которые появились, это вот такой распространенный, 64 назывался такой большой журнал. Мы в киосках договаривались с тетенькой, которая нам оставляла этот журнальчик, чтобы мы придем и заберем. То есть настолько было популярно, что люди только пришел в тираж и тут же его расхватывают. Вот такая была популярность шахмат в то время. В середине ноября в Сургуте распахнул в свои двери шахматный клуб «Аврора». Ожидается, что его появление позволит усилить интерес к этому виду спорта. Поспособствует развитию и тот факт, что сегодня в детских садах и школах изучение шахмат стало обязательным. Самое главное, хотел отметить то, будем говорить, волевое, правильное решение нашего правительства, а самое главное, губернатора нашего округа, что теперь обучение этому искусству введено у нас в школах, в детских учреждениях. Это говорит о том, что когда системно подходим к тому, что там получится и результат. И я надеюсь, что у нас из сургутяных еще будет очень много и чемпионов России, и чемпионов мира. Не исключено, что новые чемпионы у Сургута появятся уже скоро. Предпосылки к этому есть, говорят специалисты. А на этом турнире участники ведут борьбу не только за победу. Наш турнир не только для определения победителей чемпионов фантимансийского клуба проводится, но с обсчетом российского международного шахматного рейтинга, с выполнением спортивных разрядов. Победители этого турнира среди мужчин и женщин получат право представлять югру на региональных, областных, российских и международных соревнованиях в течение всего 2018-го. Участник, занявший второе место, будет включен в резервный состав. Чемпионат региона завершится 16 декабря. Дарья Давыдова, Дмитрий Круковец, Гамзат Магомедов, Сургут, Интерновости. Завершит выпуск коммерческая информация. Спасибо за внимание. До свидания. Шубы из норки, бобра, мутона сургутяне могут приобрести в Центре культуры и досуга Камертон. Здесь открылась выставка продажи меховых изделий из Пятигорска. Многолетний опыт производства из натурального качественного сырья позволяет специалистам шить шикарные шубы. Такие изделия служат десятилетиями, сохраняя привлекательный вид. Радуют обладательницу красивой, а главное – теплой зимней одежды. Мы приехали к вам с выставкой продажи меховых изделий из норки, бобра и мутона, также шапки и полупосадские платки. У нас новые модельки. То есть каждый месяц у нас в городе Пятигорске отшиваются более ста разных моделей. Приобрести меховые изделия можно по акции. Вы получите скидку в обмен на вашу старую шубу. Популярностью у сургутянок пользуются актуальные в этом сезоне шубы трафаретного дизайна. Выставка Пятигорской меховой фабрики работает с 10 утра до 8 вечера и продлится до 17 декабря. Николай Петрович с семьей живет в Доброграде уже два года. Изначально он приехал сюда отдохнуть. Но был настолько впечатлен, что решил наконец-то воплотить давнюю мечту о переезде в Центральную Россию. Уже спустя полгода Николай Петрович стал обладателем большого современного таунхауса и статуса одного из первых жителей нового города-курорта. Если честно, мне уже трудно представить, что я мог бы жить в каком-то другом месте. Когда находишь уют и комфорт, то его уже ни на что не променяешь. Здесь потрясающая природа, очень ухоженный город, прекрасная инфраструктура, особенно для моих детей. Инфраструктура города-курорта действительно современная и развитая. В Доброграде построены масштабные объекты для занятий более 40 олимпийскими видами спорта, а также для активного отдыха, в том числе озера для рыбной ловли. Есть секции и кружки для детей. Работает один из лучших в стране летний лагерь, а в настоящее время строится школа и детский сад, которые заработают уже в сентябре 2019 года. По полюсам ОМС жителей бесплатно обслуживает ультрасовременный клинический медицинский центр. Ну и, конечно, активно развивается курортная инфраструктура. Сегодня в Доброграде функционирует четырехзвездочный парк-отель, фитнес-клуб, испа-центр, кинотеатр, два ресторана, кафе и открытый подогреваемый бассейн, в котором можно купаться практически весь год. Город-курорт регулярно принимает крупнейшие мероприятия. Здесь проводился Международный форум «Россия – спортивная держава» с участием президента Владимира Путина, Всероссийские экономические и бизнес-форумы. Каждый год Доброград организует фестиваль про добро с участием российских звезд. В этом году на уникальной сцене на воде выступили группа Ума Турман, Олег Митяев, Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы». Также в этом году с огромным успехом на территории новой аэропорта Доброграда прошел первый авиамьюзик-фестиваль, который стал одним из самых зрелищных в ЦФО. Вся курортная инфраструктура города доступна для наших жителей на специальных условиях. По клубным картам мы предоставляем скидки на использование спа, фитнес-центра, ресторана, кафе, кинотеатра. Мы не просто продаем недвижимость. Мы берем на себя ответственность за дальнейший комфорт тех, кто уже переехал в Доброград. Мы продолжаем общаться и улучшать качество жизни на основе пожеланий наших жителей. Сейчас в Доброграде можно приобрести участок под строительство, готовый дом, таунхаус или квартиру в кирпичном малоэтажном доме. Причем специально для жителей северных регионов в городе-курорте пока действуют особые условия. Скидки, беспроцентная рассрочка, сниженный первоначальный взнос и ежемесячные платежи, сервис удаленной сделки и сделки за один день. При покупке можно оформить ипотеку со ставкой от 5,75%. Кстати, в качестве приятного бонуса покупателям издалека предоставляют бесплатное проживание в парк-отеле Доброград. Субтитры создавал DimaTorzok Со вкусом отмечайте. Ресторан «Аккорд» предлагает проведение любого торжества под ключ на высшем уровне. Оформление залов подарок и скидки при заказе банкета в будни. Ресторан «Аккорд». Звоните 33 55 00. Пусть удача и везение по гостей зайдут ко всем. И с хорошим настроением остаются нас со всем. Натуральные торты от компании «Вега». Их можно купить в фирменном магазине «Золотой ключик» или заказать через интернет surgutor.ru. Торт от компании «Вега» – это золотой ключик к вашему празднику. Проспект Ленина, 66, друг 2. Торговая марка «Ринго» представляет изысканные украшения для настоящих ценителей ювелирной моды. Коллекции восхитительны и неповторимы. Блеск бриллиантов и искусная работа завораживают. Выбирайте лучшее для своих любимых. Ювелирный салон «Ринго». Шкатулка фамильных драгоценностей. Новый год – пора чудес и волшебства. Пора счастья в душе и семье. Пора подарков и исполнения желаний. Новогодние, но такие реальные цены на жилье от 1 миллиона 600 тысяч рублей и экономия на ЖКУ до 30% – в подарок от компании «Сипромстрой». Подробная информация на сайте sps.com и по телефону в Сургуте – 600-190. Компания «Сипромстрой». В Новый год, в новый дом. Яркие скидки в магазине «Адам». Минус 50% на весь ассортимент женской одежды. Платья, юбки, брюки, туники стоят наполовину меньше. Не упустите отличную возможность. Магазин «Адам». Одежда для дам. Здравствуйте. Информация о погоде на 12 декабря. В студии Алина Белявская. Погоду в большей части югры формирует антициклон с юга, благодаря чему вероятность осадков минимальная. Облака редеют, морозы усиливаются. А температурный фон соответствует климатической норме. Сегодня днем в Сургуте и окрестностях облачно с прояснениями без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха минус 14, минус 19. Пусть праздник будет с вами всегда. Большой выбор подарков к Новому году. Дистилляторы, дубовые бочки, анкерки, тульские и персидские самовары, банки для солений, ретро-радиоприемники и подарочные сертификаты ждут вас в магазине «Домашний погребок». Подарочный сертификат магазина «Домашний погребок. Удачный выбор». В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление состоит 770 мм штутного столба. Любишь кататься? Давай парковаться! Четырехуровневый паркинг для всех твоих машин по суперцене уже в «Карапузе». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Телерадиокомпания «Сургут Интерновости» поздравляет всех с наступающим Новым годом. Ежедневно по будням включайте канал «Сургут 24» в 7 и 8 вечера. Участвуйте в удачной минуте и выигрывайте замечательные призы. Розыгрыш состоится с 1 по 29 декабря. Успешного дня и до встречи!